Эти светлые просторные кабинеты еще пару лет назад были складскими помещениями. Пришлось освобождать. Количество первоклассик неизбежно растет. Если в прошлом году на линейку пришли пять первых классов, то уже в этом ждут сразу шесть составов. Регулярные вложения со стороны городского и краевого бюджетов позволяют строить новые детские сады и школы Сочи. Помощь учебным учреждениям по просьбе главы города оказывают и шефы, и сочинские единороссы. Современный спортзал и столовая. Сейчас строители торопятся вовремя привести в порядок фасад здания. Со слов педагогов, все это благодаря поддержке городских властей. В этом году, благодаря помощи городских властей, благодаря помощи нашим шефам, школа будет полностью подготовлена к началу учебного года. Кабинеты, рекреации, коридоры будут чистыми, светлыми, выкрашенными. Преображение коснулось и других сфер Хостинского района. На улице Глазунова, например, полным ходом идет ремонт дорожного полотна. Появится ливневая канализация, которой здесь никогда не было. А главное, ухабистый путь превратится в удобную современную дорогу. Собственно, так же, как и на Новороссийском шоссе. Там, где более 30 лет не было никакого ремонта, сейчас идет капитальная реконструкция дорожного полотна. Дорога была в плачевном состоянии, была превращена в свалку. Постоянно приходилось производить расчистку. И было принято решение, благодаря неимоверным усилиям нашего главы города, город вошел в краевую программу. Перемены в Хостинском районе масштабные. Все делают на совесть, а потому и цена работ внушительная. В 29 миллионов рублей, к примеру, обойдется капитальный ремонт участка на Новороссийском шоссе. Деньги из краевого и городского бюджетов. Помогают и сочинские предприниматели. Фронт работы выбирали, исходя из пожеланий жителей. Самые неотложные, действительно важные сейчас в процессе реализации.